С введением санкций многие зарубежные компании-поставщики сообщили об уходе из России, но при этом число партнеров из стран Индии, Китая, Вьетнама меньше не стало. В новых реалиях важно продолжать поддерживать и укреплять отношения с азиатскими торговыми партнерами. Форум русско-азиатских промышленников и предпринимателей в Ильяновске позволял вновь объединить представителей бизнеса и промышленности стран Юго-Восточной Азии и России, обсудить возобновление сотрудничества на международном уровне. Сейчас основная наша задача не только поддерживать, но и вновь развивать отношения с азиатскими странами, с Китаем, Вьетнамом, Индией, Филиппинами, Индонезией, Малайзией. Это все страны наши партнеры и страны, которые не поддержали нелегитимные санкции против Российской Федерации. Кроме того, Азия – основная точка роста экономики, поэтому именно в Азии сейчас формируется мировая экономика. Чтобы показать свои серьезные намерения на мировом рынке России, необходимо слаженная команда профессионалов в каждом регионе. Начинать нужно с дружбы и знакомства. Проведение форума позволит в дальнейшем сформировать и обучить команды промышленников и предпринимателей для развития международных отношений с азиатскими странами по ключевым направлениям – туризм, инвестиция, культура и торговля. Мы решили просто заявить о себе, показать серьезность своих намерений и сформировать ту команду, которая необходима, потому что это международный уровень. Это намного сложнее, чем работать просто на российском рынке. И поэтому мы считаем, что объединившись, создав коллаборацию, причем коллаборация бизнеса, образования, промышленников, предпринимателей, туризма – это все в целом создает те взгляды иностранных гостей на экономику России. В первом дне форума приняло участие более 100 гостей, среди них 20 делегатов из разных стран Азии. В формате круглых столов и нетворкинга прошло обсуждение тем бизнеса, инвестиций, логистических маршрутов, перспективных направлений развития. Презентовали свои проекты и предприятия как азиатские, так и российские участники. Во второй день представители юго-восточных стран Азии познакомились с крупнейшими производствами и точками развития региона. Я считаю, что этот форум очень важен в текущей геополитической ситуации, потому что сейчас в рамках санкций динамика двигается в сторону Азии. И я приехал с целью установить региональный связь в России с бизнесом. Посмотреть, какие возможности могут быть между, я сам из Индии, какие возможности могут быть из Индии и России. На сегодняшний день товарооборот не отвечает тем потребностям, которые испытывает как и вьетнамская экономика, и вьетнамский рынок, с одной стороны, и как и российский рынок, и российская экономика. Поэтому все впереди еще. И ничто нам не мешает. Есть логитика удобная, есть удобный и правильный канал взаимного расчета. Индия, Китай, Иран и ряд других стран являются постоянными партнерами региона. В областном правительстве разрабатывают меры поддержки экономики и бизнеса.